Размышляя над выбором лески, мы зачастую полагаемся на свой жизненный опыт, рекомендации друзей и товарищей, продавца в магазине, но и с подозрением смотрим вот на эти цифры, что указывает производитель в характеристиках. Каждая из лесок пройдет три теста. Это соответствие заявленного диаметра, длины и разрывные характеристики. Для этого нам потребуется микрометр, вот такое китайское чудо-приспособление для замера длины и весы, которые запечатлят максимальную нагрузку в момент разрыва лески. Ну а крепить ее к весам будем путем вязания всем известной петли восьмерка. Для большей убедительности тест-разрыв будем проводить с каждой леской по два раза. Что ж, приступим и посмотрим, какие результаты мы получим в итоге. Итак, по результатам первого теста мы видим, что половина производителей зажали леску, не домотав ее до нужного метража, при том, что некоторые из них оказались, ну, совсем неприличными жмотами. Идем дальше и берем в руки микрометр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В оконцовке второго теста мы видим шесть моделей леса, которые хоть и с небольшими отвалениями, но соответствуют заявленному диаметру. А по итогам двух тестов их и вовсе остается четверо. Ну и напоследок тест на разрывную нагрузку. Обратите внимание, что зачастую леска рвется не на узле, и это хорошо видно. Натяжение же я постарался делать максимально равномерным. Как уже упоминалось ранее, тест с каждой леской пройдет дважды, где на стоп-кадрах мы сможем видеть максимальное усилие, прежде чем порвется леска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так выглядит итоговая таблица. Я не стал бы разделять эти лески на плохие и хорошие. Каждая из них найдет своего покупателя. В свою очередь хочу пожелать не хвостаем чешуи, друзья, и пусть леска ваша вас никогда не подведет.